МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная, эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании Омск Дизель это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 55-54-71. Смотрите сегодня в программе «Местные жители». На зеленом лугу трава лучше, чем в стогу. Как вырастить молочную козу на сельском подворье? У селян короткий год, зато дел не в проворот. Хозяйство Любинского района приступило к заготовке кормов и ремонту животноводческих помещений. Что нам стоит дом построить? Жилье на сваях по канадской технологии. Город Калачинск расположен на левом и правом берегах реки Онь, в 84 километрах от Омска. Сначала это была деревня Калачики. В 1794 году на крутом берегу Айми были поставлены первые дома. Проживало в них 14 семей и 130 человек. В Калачиках никогда не было помещичьего землевладения. Сильным толчком развития деревни стало открытие в 1896 году Великого Сибирского железнодорожного пути. В 1904 году население увеличилось до 691 человека. Сейчас в Калачинске почти 23 тысячи жителей. Разводят на своих подворьях живность. От реализации продукции получают неплохую прибыль. Вторая половина июня для селян пора горячая. Начинается сенокоз. В это время трава сочная и ароматная. Ее очень любят козы. Ведь, как известно, в еде они привередливы. Сегодня мы приехали в Калачинск к опытным козоводам дедовым. И в нашей программе мы расскажем о всех тонкостях этой отрасли. Супруги дедовы долго не могли определиться, кому отдать предпочтение. Какую только живность не разводили на своем подворье. Кур, гусей, индоуток, кроликов, коров. Но потом пришли к выводу, что лучшей козы-дерезы им не найти. Восемнадцать лет коза, получается, уже хозяйка нашего двора. Но уже все, что возможно, конечно, невозможно, уже все изучили в их содержании. Уже к ним так привыкли, что без них мы уже не можем. Первую козу, обыкновенную, беспородную, предложил купить муж. Тогда, говорит Светлана Леонтьевна, об этих животных не знали ничего. Как ухаживать, чем кормить. Поэтому тяжеловато было в первое время. Ни литературы специальной, ни опытных козоводов в Калачинске тогда не было. Это сейчас в интернете многое можно узнать об этих животных. О породистых, молочных. Они, считает Светлана, должны быть на каждом подворье. Козы у дедовых были разных пород. Занинские, нубийские. Но пришли к выводу, что лучше альпийских нет. Для них, во всяком случае. Мне кажется, они самые такие красивые, пропорциональные, обаятельные животные. Поэтому и только вот они. Допустим, взять вот эту вот козу, это Шанишка наша любимица. Она приехала к нам из Самары. Это нашего разведения, вот эта козочка. Вот эта козочка приехала с Израни. Вот эта вот козочка у нас, Миранда, она приехала из Тюменской области, из Тобольска. Она от американского козла, от кровей уже свежих, которые завезены из-за границы к нам. Очень вкусное молоко у нее. Она первокоточка, нас радует удоем. Предпочтение этой породе отдали не только из-за красивого окраса. Альпийская коза очень продуктивная. Она дает до 1200 литров молока в год с жирностью 3,5%. Летом от каждой козы в среднем надаивают 2-3 литра. Но есть у дедовых и рекордсменки. До 4,5 литров молока дают. Его качество напрямую зависит от породы и от ухода, говорит Светлана Леонтьевна. Сегодня в стадии 15 коз. 8 из них дойные. На эту процедуру у хозяйки уходит 2 часа. Рабочий день у нас начинается в семье, это 6 утра. Потому что животное такое, это как привязан к нему. Хочешь, не хочешь, в 6 часов приходится вставать, потому что их надо доить. Доить надо в одно и то же время. Допустим, если я перешла на двухразовую дойку, то я встаю в 6 утра и потом даю в 6 вечера. То есть должно время быть одно и то же. Они уже понимают, они уже начинают меня звать даже. Но голос подают, значит уже все, пора. Эти козы – настоящие чистюли. К примеру, не будут есть из нечищенной кормушки. И к грязной воде никогда не притронутся, даже если будут испытывать сильную жажду. Любимое их лакомство – таловые и березовые веточки. От них они никогда не отказываются. Но во всем нужно соблюдать меру. Перекармливать коз ни в коем случае нельзя. Из веточного корма, конечно, козы обожают это тала. Вот такого рода тала, она всякая бывает. Бывает длиннолистная, а бывает такая вот пушистая. Вот они любят вот такую пушистую, лесную. Они это просто обожают. И могут есть, есть, есть. Много не даем, конечно, ограничиваем. Всего понемножку, чтобы рацион был разносторонний, чтобы всего хватало. И зерновые, и траву. Косим траву каждый день, привозим им. Разведение альпийских коз дедовы считают довольно выгодным занятием. Животные дают много молока и имеют очень высокую плодовитость. Приносят от двух до четырех малышей. А кот происходит по весне. Козлят отнимают от мамы и выпаивают из бутылочки до четырех месяцев 4-5 раз в день. Это все, конечно, хлопотно. Не спишь ночами, следишь за всем этим. Потом, когда появляются на свет, они такие хорошенькие, маленькие, то все это забывается. Нянчишься. Мы заносим их сразу, обтираем и заносим сразу, ну, отнимаем от мам. От козы заносим в дом. У нас есть специальная комната. Мы в комнате там их держим. Они у нас растут до 15 дней дома. Чтобы получить хорошее племя, надо обязательно их хорошо кормить животных. В основном, конечно, козьим молоком. Козлята быстро растут, они здоровые, они развиваются, становятся высокие, красивые. А потом, конечно, отблагодарят своей молочности. Своё название эта порода коз получила потому, что была выведена во французских Альпах. Потом, в 1922 году, была завезена в США. И только после этого получила распространение в других странах. Эта порода имеет очень красивый окрас – белый, рыжий, чёрный, гнидой. Альпийская порода отличается очень тихим, спокойным и мирным нравом. Но это не мешает им занимать лидирующее положение в стаде. Светлана Леонтьевна характеры и повадки всех своих питомцев уже изучила, знает каждый подход. Козы, они не только красивые, симпатичные, но они каждый ещё со своим характером. И характер у них довольно-таки хитрый, животное умное. Ну и в какой-то мере, наверное, поэтому хитрое, что умное. Они у каждого, зная их повадки отдельно, кто-то послушный, кто-то может попакостничать, поиграть. Допустим, вот у меня Глория, она обожает открывать двери, калитки, она открывает все закрывашки, умеет открыть. Уже несколько лет количество коз в стаде дедовых практически одно и то же – порядка 15-16 животных. Говорят, именно такое поголовье им под силу прокормить и обеспечить полноценный уход. Увлечение, как смешно, но переросло в нашу работу, в наш заработок. Вот. И теперь 18 лет, и как-то уже мы не представляем остаться без коз и заниматься чем-то другим. Это, не знаю, мне кажется, каждый выбирает по своему образу жизни. То есть охота ему работать или хочется им заниматься. Это значит, работать мы любим, ну и в сельское хозяйство – это очень сложный объект такой. Но для нас это приемлемо. Мы можем заработать на этом, мы можем ухаживать за ними. Это приносит нам удовольствие. Пока мы живы, пока здоровье нам позволит с мужем, мы будем заниматься этим. Пусть это ограниченное какое-то количество, но будет самое лучшее. С красивыми выменами, с красивыми окрасами. Вот. Чтобы они нас радовали, ну и еще и приносили, я считаю, при огромнейшую пользу. Сергей Николаевич во всем поддерживает супругу. Помогает ей ухаживать за животными. Почему он считает, что молочных коз выгодно держать на подворье, узнаете после сюжета из Любинского района. В 1913 году на этой земле обосновались первые шесть семей. Жили в ту пору хуторами. Мужчины в основном работали на железной дороге, а женщины вели домашнее хозяйство. К 1917 году уже было 20 хуторов, которые спустя несколько лет объединились. Произошло это в 1934 году. На общем сходе решили назвать деревню Казанкой. В честь одного из первых переселенцев. Сегодня это, пожалуй, одно из красивых и благоустроенных сел Любинского района. В селе Казанка Сергей Семенко поселился два года назад. Приехал из соседнего государства. Купил дом, перевез семью и родителей. Работа в местном хозяйстве нашлась всем. Но больше всего, считает, повезло ему. Доверили новенькую импортную косилку. На ней и прошлым летом заготавливал корма. И в этом. Костер нынче слабенький. Весенняя холода помешали росту многолеток. Да и июнь дождями не баловал. В других районах слышим, дожди часто заливают. А нас что-то стороной обходит. Но я думаю, с вашим приездом вы дождь нам привезли, наверное. Я смотрю, и травы-то старовозрастные. Да, да, да. Ну, лет 6-7, наверное, уже есть. Уже пора пересевать. Ну, уже занимаемся этим. Мы в этом году подсевали. Ну, не все сразу. Если повезет, то и со второго коса немного наберут. Да еще и прошлогодние запасы есть. В прошлом году кормов заготовили вдоволь и хорошего качества. Оттого и надои выросли. Водителю молоковоза Сергею Вершинину приходится лишний рейс сделать, чтобы все сырье отвезти на перерабатывающее предприятие. За него цену хорошую дают. Поэтому руководство решило увеличить поголовье коров. Мы сегодня по продуктивности лидируем в районе. 15,2 доем. Валовый надой у нас 11 тонн 100, 11,200. В общем, так вот колеблется. Ну, по прошлому году мы надоели уже 4 тонны 80. Я думаю, что в этом году цифра значительно выше будет. Еще несколько лет назад о таких надоях здесь даже и не мечтали. Хозяйство было на грани банкротства, пока не нашлись грамотные инвесторы, которые не побоялись вложить средства в сельскохозяйственные предприятия и терпеливо ждать отдачи. Сегодня рентабельно молочное жидноводство. К концу года будет 800 буренок. Сейчас почти на сотню меньше. Телочек приобретают в племенных хозяйствах. Поэтому стадо пестрое. И черно-пестрые коровы есть, и красно-степные. У нас хозяйство товарное. Мы как бы за рубашкой особо не смотрим. Для нас главное молоко. Видите, как к вам идут. Вот это обезроженные, которые, это все племенные уже. В племенных хозяйствах, где приобретают нетелей, давно внедрены новые технологии. А здесь на пути к этому. Ежегодно на всех трех отделениях летом готовят животноводческие помещения к зимовке. Доярки у нас моют свои рабочие места после того, как уходят. Вымывают все. Потом делаем дезинфекцию и белим. Сейчас вот одна база уже готовая у нас делают. Вот сейчас мальчишки моют у нас, где стоял молодняк, вторую базу под дезинфекцию. И с сегодняшнего дня начнут третью базу девчата мыть, вымывать. Матюшинская ферма – пилотный проект. Третий год ведется реконструкция помещений. Из девяти уже шесть готовы. В том числе и цех для сухостойных коров и родильное отделение. На этой ферме первой из трех, что имеется в хозяйстве, будет беспривязное содержание животных и современный доильный зал. Его уже построили. И осенью первые 200 буренок будут привыкать к новым условиям. Всего же на этой ферме планируется держать до 600 коров. Оборудование доильного зала – израильская елочка. Пусконаладку наметили на август. Идут отделочные работы и в доме для животноводов. По старой привычке его называют санпропускником. Здесь комнаты для специалистов, раздевалки, санузел и прочее бытовое помещение. Ферма будет к зиме огорожена. У нас санпропускник в стадии завершения. Уже все, все работы закончились. Осталась сантехника и электрика. Сегодня уже есть отдача от тех вложений, которые они вкладывают. Фермы в Квасовке и Казанке пока будут работать по старинке. Летние выпаса, доильные площадки, зимнее привезное содержание животных. Недавно здесь встречали гостей со всего района. Конкурс мастеров, машинного доения и специалистов по воспроизводству стада приурочили к завершению весеннеполевых работ. Поэтому участвовали не только животноводов, занявших призовые места, но и лучших механизаторов. Кстати, все первые места достались хозяевам. Здесь даже в самые трудные времена старались сохранять подсобное производство. В хозяйстве трудится 170 человек. Есть свои строительные бригады. Одна ремонтирует ферму, другая – жилье для специалистов. Их не хватает. Очень нужен ветеринарный врач. Этот дом со всеми удобствами готовят для него. Руководство обещает приличную заработную плату. Легковой автомобиль с гаражом в дворе. А требования будущему специалисту – одни. Отношение к работе и знание своей специальности. Просто так сюда лучше не ехать. Нам нужны специалисты высокофалицированные. А не просто, чтобы занимали место. А какой возраст вас устраивает? Мы о возрасте не говорим, мы говорим о качественном составе специалиста. А если выпускник вуза? Выпускник вуза, конечно, нет. Пожалуйста, я врачом отделения его поставлю. А главный врач нужен, чтобы хотя бы года 3-4 в хозяйстве поработал. Врачом отделения. Хозяйство растеряло свои квалифицированные кадры, когда началось переселение немцев на историческую родину. Почти 90% местного населения состояло из людей этой национальности. Казанки стали приобретать дома горожане, вышедшие на пенсию, и соотечественники из соседнего государства. Газ, вода, благоустроенное жилье и поныне играют роль при выборе местожительства. Поэтому директор надеется, что нужный специалист найдется. Владимир Францевич и сам сменил прописку, переехав сюда из Москаленского района. При поддержке инвесторов хозяйство прочно становится на ноги. А это вселяет уверенность на завтрашнем дне. Одно время, говорит хозяин, выбор встал между коровой и козой. Предпочтение отдали последней, так как ее легче продержать на подворье. Одна коза прокормит целую семью. Вообще известный факт, что для коровы нужно примерно на зиму 3 тонны сена, да еще телегу соломы. Козе достаточно примерно 500 килограмм сена за зиму. Свежую траву козы очень любят. Уже ждут, когда им подадут охапку ароматного корма. Выбирают, что повкуснее, оставляя в кормушке жесткие стебли. Но их хозяин не выбрасывает, в сарай складывает. Зимой, говорит, все уйдет. Кроме того, на зиму Сергей Николаевич заготавливает для своих питомцев березовые веники. Вяжет их в начале лета, когда листья сочные и мягкие. В заботах о козах дни пролетают незаметно. Летом работы много, но хлопоты эти приятные, для здоровья полезные. Благодаря тому, что мы занимаемся козами, мы находимся в прекрасной физической форме. С утра встаем, и начинается у нас рабочий день. И заканчивается он, начинается с рассветом, заканчивается с закатом солнца. Это самое полезное для жизни времяпрепровождение, когда есть физическая нагрузка на свежем воздухе. Заниматься чистопородными козами – удовольствие дорогое. Это знает каждый козовод. Если уж решил серьезно взяться за это дело, денег не жалей, тогда и результат будет. От 20 до 65 тысяч сегодня стоит маленький козленок с хорошей родословной. Если хочешь добиться действительно успеха в этом деле, нужно отдать не только всю душу и все время, но это нужно потратить еще очень много средств. В народе говорят, что домашнюю козу легко сглазить, а от постороннего взгляда ее не спрятать. Любопытные животные все засовы отопрут, через забор перепрыгнут. Приходится прибегать к старым бабушкиным советам. Супруга сплела красивые из цветной шестяной нити ошейники, как обереги. Мы вот каждую козочку повязали. Это как у нас защита от всякого сглаза. Будем думать, что она нам помогает. Но никакие обереги не помогут, если сам не будешь следить за здоровьем своих питомцев, считает Сергей Николаевич. Каждый день обязательный осмотр. Блестящая шерсть – признак того, что животное чувствует себя хорошо. За этим дедовы строго следят. Молоко регулярно сдают в лабораторию, делают необходимые прививки и исследования крови. Некоторые ветеринарные приемы освоили сами. Беру, ну, не нравится процедура, конечно, и вот так вот срезаю. Вот, видите, нож острый. Он как копыта твердый, но он ее срезает. Вот, все достаточно. Вот это. Одно копыта обработано. Следующее. Подушечку можно маленько тоже подрезать. Вот. Больно ей. Вот так вот обработал. Чтобы получилась как бы плоскость здесь, вот, она будет ставить ножку. И кончик чуть-чуть так вот обрезаю, потому что они, кончики, бывает, ходят, где-нибудь обламывают. Чтобы этого не происходило. Вон, грязь какая. Я вот это все дело лишнее убираю. После утренней дойки козы отдыхают в загоне, а затем в их распорядке дня прогулка по лесу. Сергей Николаевич для перевозки животных смастерил даже карету. Ну, поедем гулять сейчас. Да, в лес поедем. Вы знаете, что там очень хорошо. Покоси где, в принципе, хочешь. Не дайте слово не скажет. За полтора-два часа почти копна свежего сочного корма. Его козам хватает на сутки. А то, что не доели, насеновал на зиму. Вот используем грабли. Кстати, этим граблям порядка где-то, наверное, лет 70-80. Это делал еще мой дед. Технология очень простая. Расщепленная береза, перехваченная проволочкой. Деревяшка просверленная, отверстия ставлены, зубья. Все это заклеено. Это я уже на хомутике ее связал. Основу, чтобы не полопалось, зубья не вылетали. Вот и пользуемся. Мы уже имели лет 20 пользуемся. И до меня отец мой пользовался, и дед мой пользовался. С носу им нет. Козы за своей хозяйкой, как ниточка за иголкой. А Светланы Леонтьевны не на шаг. Понимают ее по голосу и интонации. Ее, допустим, расценивают, если громко расценивают, как будто ругаешься на него. Поэтому с ними спокойно, вежливо, не делать резких движений. Тем, кто хочет развести на своем подворье коз, дедовы советуют начать с местных пород. Они уже приспособлены к особенностям нашего климата и не очень привередливы в еде. Для начала лучше приобрести одну, чтобы изучить повадки и научиться правильно ухаживать. Сразу с дорогих не стоит так начинать козоводство, потому что животные очень нежные. И, не дай бог, погибнет, если перекормишь или какие-то такие непредсказуемые обстоятельства, тогда очень жалко и денег, и само животное. Поэтому проще начать с обыкновенной козочки купить, недорогой, приобрести хотя бы за год какой-то опыт. Все затраты, хлопоты и заботы о животных окупаются с торицей. Около 30 литров молока в день получают дедовы от своих козочек. Какую молочную продукцию изготавливают и чем она полезна, узнаете после сюжета из Азовского района. Село Азова находится в 49 километрах от Омска. В 1894 году на выделенный для переселенцев участок из Саратовской и Самарской губернии прибыли 45 немецких семей. Поселение назвали Привальное в честь родного села Привального на Волге. В 1909 году недалеко от этого места было основано еще одно село. Здесь обосновались выходцы с низовий Дона. Решением общего схода образовалась сельская община и утвердилось название села – Азова. Сегодня это центр немецкого национального района, самого молодого на карте Омской области. Добротными особняками жителей Азова не удивишь. Один другого крашит. У кого есть деньги или кто не попаялся ипотеки, старается не отстать от соседей и придумать что-нибудь эдакое, чтобы и себе в радость, и другим на удивление. Одним словом, родовое поместье должно выглядеть на все сто. У Олега Перевалова была другая мотивация. Мечтал построить такой дом, чтобы родители, всю жизнь прожившие в городской панельной пятиэтажке, на старости лет почувствовали прелесть спокойной деревенской жизни. Когда перевез их сюда, мама Валентина Хайдаровна в первое время уснуть по ночам долго не могла. Тишина непривычная и воздух особенный. Не надышаться. Теперь иначе как хоромы свое новое жилье не называют. И сыном гордиться. Он у них с Михаилом Петровичем единственный ребенок. Вырос не белоручкой, за любую работу брался, чтобы дом построить. А тут удачный проект подвернулся. Недорогой. Фирма одна из местных. Но технология строительства жилья у нее особенная. Буквально за две недели, за два месяца получилось полностью, но строили буквально недели три, потому что где-то месяц они готовили сами плиты, сами панели, сами материалы. А так возводится дом быстро по принципу конструктора Лего. Меня теперь обратно ни в квартиру, ни в город, никакими ковричками не заманишь. Все-таки здесь природа есть природа. Газ, вода, все удобства. Перезимовали комфортно. Дом оказался очень теплым. Постепенно обустраивается на новом месте. Бригада строителей Виталия Тарубары уже известна в области. Возводила жилье во многих районах. И не только по индивидуальным проектам, но и по федеральным программам. Чтобы участвовать в них, нужно выиграть тендер. Федеральная программа подразумевает эконом-класс. Эконом-класс, но при этом не должно страдать качество самого дома, качество материалов. Это очень строго прописывается, техническим заданием регламентируется и контролируется соответственно. И поэтому мы стараемся тоже все это соблюдать, выполнять все условия. Но сама по себе технология экопанелей, каркасных панелей технологий, она не очень дорогая. И при этом позволяет создавать очень теплые домики, эффективные по своей теплоемкости, так сказать. Переселенцы мы старого веткого жилья, такой дом наверняка понравится. Он на два хозяина будет сдан под ключ. Полное благоустройство и даже теплые полы. Последнее подарок жильцам от строительной организации. Здесь еще будет выполнено благоустройство территории. И, соответственно, заборы, дорожки, да, приусадебный участок облагораживается. Все это будет еще выполняться. Ну, в самое ближайшее время мы сдаем через несколько дней уже. 10-15 дней уже. Квартиры от государства жильцы получат бесплатно, хотя каждая будет стоить полтора миллиона рублей. Это недорого при нынешних ценах на строительные материалы. Экономить позволяет необычная технология. Дома на сваях еще с середины прошлого столетия строят в Канаде и в Японии. Эта технология, как бы, давно забытая, старая технология. Одна из лучших, я считаю, и применима в нашей Омской области, так как у нас пучинистые грунты очень подвижные, рвут все ленточные фундаменты. А винтовые сваи позволяют избегать таких недостатков почвы. И дома стоят очень крепко и долговечно. В среднем от 100 до 150 лет винтовой фундамент свободно выстаивает, как бы, с гарантией. При строительстве большого коттеджа в землю бивается до 25 свай. Каждый удерживает от 3 до 6 тонн нагрузки. Если дом весит примерно 15 тонн, нетрудно сосчитать запас прочности. Больше всего бригада Тарубары обестроит жилье по индивидуальным проектам. Много простора для творчества. Вместе с заказчиками заранее обсуждают, каким будет дом, его фасад и отделка. А внутреннюю планировку придумывает сам хозяин. Впрочем, есть и готовое строение. Этот домик-трансформер на выставке «Экспоцентр в континенте» был удостоен золотой медали. Он уникален тем, что может на колесах путешествовать по городам и селам. Спустить на землю очень просто. Складывается и собирается, как карточный домик. Забил сваи и поставил в любом месте. Площадь жилья 37 квадратных метров. Задумал его Виталий Михайлович как альтернативу вагонщикам для тех, кто работает на нефтяных вышках на севере. Упросила продать пилотный проект молодая семья Горбенко. Совсем недавно въехали в дом. Готовятся отметить новоселье. Для детей есть комната, для нас кухонка большая, ванная, туалет. Все удобства есть. Электрическое отопление, конвекторы стоят очень экономные. В дальнейшем можно, конечно, пристроить. Сколько вы отдали за этот домик? 800 тысяч. Это вот вместе с земельным участком? Да, с земельным участком 15 соток. Кто помогал вам? На материнский капитал и плюс свои сбережения. На идею создать строительную организацию Виталия Михайловича натолкнул собственный опыт возведения жилья. В ту пору никаких специальных навыков у молодой семьи не было. А вот желание построить самими руками большой дом было огромное. Свой дом мой был самый первый. Я его начал строить в 93-м году, как только приехал сюда. Решил сразу, что квартиру ждать не буду, буду строиться сам. Дали землю тогда, было хорошо с землей. И начал строиться. Ну, собственно, мой дом тоже я его покупал как каркасно-панельным. Красноярский завод его изготавливал. И мы с женой вдвоем практически его и собирали. То есть технология очень интересная. Позволяет без тяжелых затрат мускульных поставить стены, крышу и все остальное. Супруга Татьяна вспоминает, что когда стоили, ночевали у соседей. А когда стены и крыша были готовы, почувствовали, что это их настоящий дом, где будут расти дети и, наверное, внуки. Поскольку и старший сын, и еще школьница, дочь Лиза, собираются продолжить семейное дело. Сейчас я окончила 9 класс, пойду в 10-й. Потом я хочу поступить в институт, на архитектора. Продолжить, так сказать, дело своей семьи, строителей. Свои 15 лиза Тарубара человек селеизвестный. Играет на гитаре в местной рок-группе. Хорошо рисует и увлекается спортом. Свою первую медаль получила в 10 лет, выиграв в городе соревнования по картингу. С тех пор медалей и кубков прибавилось. Но до маминой коллекции еще далеко, говорит она. У той же на полке призы не вмещается. А занимается Татьяна Николаевна автоспортом. Входит в сборную области, выступает на различных соревнованиях, в том числе и международных. Работает тренером в Центре детского творчества. А начиналось все с картингов. Азовский, пожалуй, единственный в области район, который выставляет на соревнования в городе своих картингистов. Недавно Лиза третье место заняла, уступив первое и второе мальчишкам. Заниматься спортом она начала с 6 лет. У нее и у отца свои картинги. Иногда вместе тренируются. Виталий Михайлович до сих пор своими средствами поддерживает секцию картингистов. Эти маленькие спортивные машинки стоят немало. И ремонтировать их тоже затратно. Но разве можно измерить деньгами страсть увлечения, когда на крутом вираже рев мотор и ветер в лицо. Настоящий адреналин. В спортивной себе подрастает Арина. Ей два года. Но то, что она скоро станет управлять картингом, мама Татьяна Николаевна не сомневается. Я думаю, тоже будет спортсменка в будущем. Папа не позволит, чтобы малая не каталась. Потому что спорт вырабатывает характер. Это позволяет человеку быть успешным в жизни. Люди издавна знали, что молоком можно лечить многие болезни. Из-за высокого содержания полезных веществ оно прекрасно подходит к людям, страдающим головными болями или анемией. Стакан теплого козьего молока за час до сна помогает при бессоннице. В семье Тедовых о болезнях давно забыли, потому что уже много лет пьют козье молоко. Сейчас лето, много травы, много веток, всего. И козы, естественно, стараются. Они дают нам 25-30 литров в день. Поэтому надо куда-то его молоко девать. Не только продаем, естественно, мы продаем половину, а половину накапливается раз в день, два дня, раз приходится нам сепарировать его. Сегодня у Дедовых уже порядка 20 постоянных покупателей. Это и молодые мамочки, которые дают козье молоко детям, и люди пожилого возраста. Полюбили калачинцы и молочные продукты из козьего молока. Творог, сыр, сметану, масло, йогурт. Постоянным покупателям Дедовы привозят молочную продукцию прямо на дом. В месяц от продажи выходит неплохой доход – порядка 30 тысяч рублей. Не в каждом хозяйстве сегодня получишь такую зарплату. Примерно где-то в день на тысячу рублей у нас получается. Бывает чуть больше, бывает чуть меньше, потому что в зависимости, когда выходные люди больше занимаются тем, чтобы купить, приехать, допустим, или что-то вкусненькое попробовать. Когда приезжают гости к людям, пытаются его угостить натуральным продуктом. Поэтому в среднем где-то тысячу рублей получается. Не так давно Светлана Леонтьевна научилась готовить био-йогурт. Этот напиток особенно хорош летом. Йогурт получается такой средней густоты, очень приятный. Он кисленький, питьевой. Да, именно питьевой. Он не сладкий, он не такой кислый и не соленый. А вот именно такой утоляющий жажду на данный момент времени года летом. Поэтому очень вкусный. Первыми обладателями старинного рецепта козьего сыра стали французы. Светлана Леонтьевна технологию тоже освоила. Говорит, неплохо получается. Очень любят сыр, потому что у сыра сливочный вкус натуральный. Очень приятно. Допустим, что уже сейчас многие забыли, что у сыра должен быть сливочный вкус. Очень вкусный, а не просто там какая-то пластилиновая масса. Все молочные продукты из козьего молока долго остаются свежими. Молоко и йогурт хранятся до семи суток. А сыр и вовсе несколько месяцев. Вот у нас специальный холодильник есть для молочной продукции, в котором хранится только молочная продукция, потому что ее летом очень много. Поэтому нам приходится ее складывать в отдельный холодильник. Так положено, чтобы молоко или сыр, творог, оно втягивает запах посторонний. Поэтому нам приходится в чисто отдельный холодильник. Сергей Николаевич козье молоко очень любит. И другим советует его пить. А еще он увлекается кулинарией. Какими блюдами удивляет гостей и супругу? И за каким занятием проводит свободное время? Узнаете после рекламного сюжета. Спонсор показа – компания «Омск Дизель». Отличие телескопического погрузчика «Скорпион» от другой сельскохозяйственной техники в том, что машина работает круглый год. Селяне используют его в поле, на таку и в закромах, где лежит зерно, и на стройке. На сеновале зимой «Скорпион» тоже незаменимый помощник. И корма буренком раздаст быстро. Одним из преимуществ «Скорпиона» механизаторы называют его «маленькие габариты». Легко можно работать в тесных помещениях. Телескопический погрузчик имеет целый ряд универсальных технических характеристик. Движение одновременно на всех четырех колесах. Абсолютная устойчивость благодаря оптимальному положению центра тяжести и распределению веса. Панорамный круговой обзор в 360 градусов. Вылет стрелы от 6 до 9 метров. Механизаторы осваивают такую технику быстро. В управлении она очень проста. Все функции выполняются с помощью джойстика. Вообще прелесть для механизатора. Тепло. Летом кондиционер. Обзор прекрасный. Грузоподъемность полторы тонны берут. Тона 800. «Хамаз» с прицепом 10 минут полный. Вообще прелесть. КФХ «Сипгрейн» постоянно получает хороший урожай. Поэтому только такая машина справляется с потоком зерна. Другой не этот. Цены нет. В тех хозяйствах, где работают «Скорпионы», уже убедились в его производительности и надежности. Машина обходит своих конкурентов по работоспособности и доступности в цене. «Скорпион» заменяет три единицы техники. Экономия значительная. Такие машины в наш регион поставляет компания «Омск Дизель». Надежный партнер сельских дружинников. Компания «Омск Дизель». Ваш выбор. Правильный результат. Село в порядке, страна в достатке. А достаток этот от маленьких российских деревень до больших сел, которые как ручейки наполняют огромную реку под названием «Государство». Истоки нужно беречь и знать все об их происхождении. Поэтому нынешним летом с 1 июля по 15 августа проводится Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Подготовка к ней началась давно. В 2014 году мы уже приступили к подготовке этой переписи. За это время проведена большая очень работа. Сформированы объекты переписи, к которым мы пойдем для того, чтобы иметь полное представление о сельском хозяйстве. Омская область самодостаточна. Она занимает второе место по производству продовольствия среди регионов Сибири. А перепроизводство позволяет торговать не только с соседями, но и со странами ближнего зарубежья. В основном вывозится не сырье, а готовая продукция. На это нацеливает сельхозтовары производителей и переработчиков правительства Омской области. Всероссийская перепись – это реальная картина состояния агропромышленного комплекса, в который входят личные крестьянские подворья, сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства. Сегодня отчетливо наметилось развитие фермерских хозяйств. Фермерские хозяйства идут и в животноводство, и занимаются не только мясным, но и молочным животноводством. Увеличивают поголовье. Молочное животноводство – приоритетное направление в развитии Омского агропромышленного комплекса. Фермер Юрий Щербак единственный в России имеет племенную ферму по разведению скота красностепной породы сибирского типа. Его хозяйство многоотраслевое. Есть свои цеха переработки и магазины, где на прилавках продукция собственного производства, большинство из которых вошли в перечень 100 лучших товаров России. Фермер согласился принять участие в репетиции предстоящей переписи на территории Омской области. Кто там? Меня зовут Наталья Андреевна, и я провожу на нашем участке сельскохозяйственную перепись. Вот мое удостоверение и паспорт. Верю вам, Наталья Андреевна. Проходите. Спасибо. Юрий Сергеевич, ваши ответы в обобщенном и обезличенном виде станут частью общероссийской сельскохозяйственной статистики. Я несу ответственность за неразглашение персональных данных об участниках переписи. Это предусмотрено федеральным законом. Статистика и так же все знает про нас. Мы ежемесячно, ежеквартально, полугодие, годовые отчеты, столетние. Мы уже устали отчитываться. Теперь у нас предстоит такое важное мероприятие, как всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая имеет не менее важное значение. Ясно. Ну, Натя, ручку переписывайте. Спасибо, Юрий Сергеевич, но я должна заполнять переписные листы специальной гелиевой ручкой, которую всегда ношу с собой. Юрий Сергеевич, я буду задавать вам вопросы. Их будет 26. Прошу вас не торопиться и давать ответы максимально точные. Если сомневаетесь, вы можете посмотреть документы. Хорошо. Итак, первый вопрос. Укажите год создания вашего хозяйства в данном статусе. Хозяйство было организовано 18 марта 1996 года как семейное крестьянско-фермерское хозяйство. Так, скажите, осуществляло ли ваше хозяйство сельскохозяйственную деятельность в 2015 году? Да, вот 20 лет осуществляем. И в 2015 тоже. Так, а в первом полугодии 2016 года? Да, и в первом полугодии 2016 года. Юрий Сергеевич, укажите, какими видами экономической деятельности, предоставлением каких услуг занималось ваше хозяйство в первом полугодии 2016 года? У нас в переписных листах имеются варианты ответов. И давайте я буду перечислять вам виды экономической деятельности, а вы скажете, какие отметить. Хорошо? Хорошо. Итак, выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Ну, в первом квартале мы их не выращивали, мы продавали то, что выращено было прошлый год. И зерновые, и технические, и кормовые. В переписном листе 26 вопросов, и на каждый нужно дать обстоятельный ответ. К примеру, сколько членов семьи работает в хозяйстве? Общая численность людей, занятых в сельскохозяйственном производстве. В фермерском хозяйстве трудится вся большая семья Щербака, начиная от супруги, детей, зятя, невестки, внучки, до родных братьев с их семьями. В общей сложности 30 человек, плюс 40 рабочих, нанятых со стороны. В производство внедрены передовые технологии, построен современный доильный зал, молочный мини-завод. Он производит ежедневно 5 тонн продукции. По словам фермера, государство ежегодно оказывает ему финансовую поддержку. Только в прошлом году получил около 15 миллионов из бюджетов двух уровней. Это субсидии за молоко, содержание племенного стада, несвязанную поддержку, элитные семена и прочее. История конкретного фермера – лишь небольшая частица общей картины, которая будет видна после проведения в сельскохозяйственной переписи в Омской области. В соответствии с федеральным законом, участие в сельскохозяйственной переписи для юридических лиц является обязательным. А для граждан это общественная обязанность. В Омской области более 750 сельскохозяйственных организаций, почти 2,5 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 250 тысяч личных подсобных хозяйств. Сельские жители на своих подворьях разводят кроликов, коз, овец, лошадей, свиней, коров, крупнорогатый скот мясных пород. Есть мутрии, экзотическая птица, мясные перепелки и прочая живность. И все это войдет в переписные листы вместе с дачами, садами, огородами и пасеками. Это и есть настоящее богатство земли Омской, которое нужно беречь и приумножать. А всероссийская сельскохозяйственная перепись как раз и ориентирована на развитие агропромышленного комплекса всей России. Она пройдет с 1 июля по 15 августа. В соответствии с федеральным законом, сведения используются исключительно в целях формирования статистической информации. Ножи считаются символами правосудия и справедливости. Они обладают магической силой, поэтому и притягивают решительных и мужественных людей. Сергей Николаевич именно такой. 20 лет прослужил в органах внутренних дел. Привык к порядку и дисциплине. Коллекционировать ножи начал еще в молодости, потому что очень любил охоту и рыбалку. В его мини-мастерской можно найти все для удачного лова. От мормышек до спиннингов. Коллекция ножей раньше была посолиднее, сейчас поубавилась. Обычно как оно бывает, до первой охоты или до первой рыбалки. Тот из друзей видел у меня в руках красивый нож. Все, подари, Серега. Не могу, подари нож. Ножи дарить нельзя вообще. Я их как бы продаю за 10 копеек или за 10 рублей. То есть должен мне человек взамен дать какую-то монетку, желательно желтенькую. Ножи это должно быть только хобби. Применять их нужно на кухне. Готовить Сергей Николаевич очень любит. Предпочитает простую пищу из домашних продуктов. Но, тем не менее, его блюда всегда оригинальные и вкусные. Этот летний легкий салат он делает каждый день. Особый вкус ему придает сметана из козьего молока. А когда был студентом и жил в общежитии, вспоминает Сергей Николаевич, часто бегал в комнату к девчонкам. Они всегда его чем-нибудь вкусным угощали. Там и встретил свою вторую половинку, Светлану, белокурую, стройную девушку. Она была по 20 лет. Учились в Омском политехническом институте, на полиграфическом факультете, в одной группе учились. Жили в общежитии номер 6 на поселковой в Омске. Ну, так вот и познакомились. Приглянулась девчонка, молодая, красивая. Как говорится, вы привлекательный, я чертовски привлекательный. Чего время терять? Он был такой, такой весь комплимент и делал. И ручку подавал всегда. Встречались год, потом разъехались в разные стороны со стройотрядами. Но связь не теряли, писали нежные письма. Там деревня такая была захолусть, там даже почты не было. Сейчас, наверное, вообще, я подозреваю, что эта деревня уже исчезла. Я за 15 километров пешком ходил в Логиновку, чтобы письма от нее получать. Пешком. Когда Светлана поняла, что намерения Сергея серьезные, решила познакомить его со своими родителями. Это сейчас они вспоминают ту первую встречу с будущей тещей с улыбкой. А тогда не до смеха было. Маме страшно, твоей не понравилось. Я тогда как раз перед стройотрядом побрился на лысо. Был лысый. А мы все побрились на лысо, чтобы голова загорала. Работали. Она напугалась. Изрядно маму напугала. Дорогу назад, говорит, проплакала, ехала. Говорит, уголовника какого-то нашла, терепщика. В 86-м поженились и уже 31 год вместе. Жизнь, говорят, пролетела как один день. Многое, что не удалось сделать в молодости, стараются наверстать сейчас. Все было в жизни, но, как говорится, плохо, хорошо. Все равно первый муж и жена от Бога, как говорят. Так что хочешь, не хочешь, терпи. Конечно, жизнь-то, понимаете, если было бы все благополучно так, что никаких проблем ни финансов, ни прочих, все, как говорится, быт нас поедает. А с другой стороны, и проблемы, и жизнь. В преодолении этих трудностей жизнь-то она и заключается сама. Было бы слишком легко и просто, может быть, было бы скучно. Свою супругу Сергей Николаевич ценит и бережет. Не скупится на ласковое слово и внимание. Ведь порой среди житейской суеты оно дороже золота. Она утром встает, идет доить коз. Я готовлю завтрак, мою посуду, полисошу. То есть, как бы, часть женской обязанности на себя переложил. Я считаю, что это тоже неплохое внимание. Да, вот потому что, да, я пришла... Может быть, даже гораздо лучше, чем купить букетик цветов. А иногда споет супруги задушевную песню, ту, что так любили они в свои незабываемые студенческие годы. Только что ж теперь плакаться И просить о прощении Край, куда он отправился Едут без возвращения Высыхает слез, лужица Зря роняете слезы вы Снова мир волчком кружится Белоголубой, розовый Наша программа подошла к концу Этот и другие выпуски Вы можете посмотреть на сайте 12-й канал.ру Также добавляйтесь в нашу группу в Одноклассниках Предлагайте интересные темы И делитесь своими проблемами Ну а мы, как всегда, встретимся ровно через неделю Всем теплого солнечного настроения До встречи! Спонсор показа Компания «Омск Дизель» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин